У меня отрасль в районе 700-740 тысяч. Так как это назначение земли. Как вы будете оценивать? Он на этот оценку не купил, как наоборот. И говорит, 300 тысяч сил не нравится. Оценка земли в Николаевке это сегодня главный вопрос, который жители задают администрации. Люди возмущаются, жили в своих домах, а компенсацию им предлагают, как за однушки на окраине. На встречу с властями они пришли требовать справедливости в оценке их жилья. Очень маленькая, все говорят. Все подали уже в суд. Лишь бы купить жилье и не жить на улице, если у нас все есть, чтобы мы жили. Одна прописана, все есть. А дадут миллионы на миллион, если возьмешь, даже гостинку не возьмешь. Мы живем, никого не трогаем. Приходит кто-то, какой-то дядя и говорит, вы отсюда уходите, мы будем здесь жить. Страхов у людей много. Что, скорее всего, придется переезжать в новый район, возможно, брать ипотеку или даже вступать в долевое. Мы пожилые люди и мы уже не работаем, мы пенсионеры. Разве может вопрос стоять о какой-то ипотеке? Или о чем-то подобном? Нет, не может. Однозначно. Ипотека, она даже работающему далеко не по силам. Собрание с жителями Николаевки администрация организовала по поручению главы города, чтобы напрямую ответить на вопросы людей. Разбираться пообещали с каждым. Универсального решения для всех нет. Механизм комплексного развития территории, который принят на федеральном уровне, вопросов у жителей вызывает много. В мэрии предлагают жителям Николаевки оказать правовую поддержку. Хотя самые спорные ситуации все равно придется решать в суде. Сейчас, уверяют чиновники, идет только предварительная оценка от застройщика. Она дает лишь возможность начать диалог между застройщиками и людьми. Предварительная оценка – это всего лишь предложение застройщика, которое при вашем несогласии будет пересмотрено и установлено в законном действующем порядке. Комплексное развитие территории, напомню, проходит в границах улиц Копылова, Пушкина, Баграда, Карла, Либнихта и Ленина. На месте частного сектора должен вырасти район с высотками, спорткомплексом, детским садом, площадками для детей и парковками. Так заложено в проекте. Отходить от него застройщик права не имеет. Итог первой встречи в администрации для людей откроют личный прием. На базе администрации района будет сформирован кабинет, который будет работать каждую среду, вторую половину дня. Мы готовы людей консультировать и оказывать всякое содействие для того, чтобы людям показать, как правильно в этом механизме себя вести. Жители Николаевки объясняют, они понимают, что городу нужно развиваться. И частный сектор в центре миллионного мегаполиса рано или поздно будет застроен. Главное, чтобы при этом они не пострадали. Алена Крашенинникова, Дмитрий Кочетков. Новости Прима.